документов нету и выполнится что деревня деревенская община снято с учетом и даже не знали это я только был у батюшки сейчас и он говорит я даже не знаю надо посмотреть живем и живем а что они там делают причин никаких нету там ни нарушений ничего не было только делов а тут еще не найдешь теперь если идти они не будут регистрировать даже сейчас стоит вопрос какой либо заново зарегистрировать либо восстановить на учете потому что мы сейчас подать заявление от религиозной организации на эти 171 гектар мы не можем сейчас самой организации в реестре нету поэтому я это вижу так что надо либо восстановить религиозную организацию либо и зарегистрировать заново что касается общины вот это вот где староста барабаш игорь то это тоже надо делать как общество организации либо восстанавливать либо регистрировать заново потому что мнение общины официально в этих органах администрации и так далее оно тоже должно быть учтено не знаю не знаю это сейчас начать это и года не хватит они там отталкивают ходишь ходишь и еще это еще в данной ситуации ничего не сделать вот я зимой если вернусь 10 октября начнут там тогда рядом можно ходить а так и на здесь барнаул сто пятьдесят шесть километров не знаю так то может быть могла бы там елена это гладычок а игорь он едва ходит как это сделать и прийти и сказать что вы нас сняли с регистрация мы не знаем или что нет там официально подается заявление и насколько я помню насколько я помню не факт что они нам это постановит регистрацию не факт потому что у меня были такие дела судебные когда юридическое лицо оно вылетело из реестра его уже нет в реестре а там осталась недвижимость и там специальная процедура была распределение недвижимости юридического лица который уже не в реестре такое тоже бывает закон это предусматривает многие юристы не знаю вот но применительно к нашему случаю надо или не надо пытаться восстановить статус общины антима некомедийского я пока не знаю мне надо какое-то время несколько дней поработать изучить как так и подождите это религиозная сняли она нам и тут и не нужна даже сказали анфим некомедийский это на богослужение только по его даже поминать не надо сама деревенская община это регистрация что сняли ее ее тоже сняли нам для того чтобы значит отставить свои права нам нужно и то юридическое лицо и община у нас ни того ни другого нету сейчас антим некомедийский снят в 2009 году община по моему если не ошибаюсь 2007 году соответственно надо восстанавливать как общину как юридическое лицо так и антима некомедийского потому что антиму некомедийскому вот эти 171 гектар бесплатно могут дать антиму некомедийскому как юридическому лицу как религиозной организации общине бесплатно дать не могут но община может свое мотивированное мнение свои доводы указать в органы самоуправления власти что такая ситуация такой-то уклад что здесь нельзя кого попало значит это размещать и так далее безобразие какое-то ничего не сделаешь тут просто на ум уже приходит да брось все и ничего не трогай все запутанное мы регистрировали все было на месте пищать и выданные давали отчет ахаса ничего и нету ну это бывают такие случаи и чисто юридические чисто юридические ситуации можно исправить только я не знаю надо ли пытаться восстановить надо ли пытаться это делать или надо сразу новые юридические лица делать пока я затрудняюсь ответить на этот вопрос это первая тема вторая тема религиозная организация молимся мы не молимся их не касается но касается деревенской мы живы у нее название не деревенская община потеряевка все еще и что теперь надо мы что исчезли ли куда провалились под землю какая-то игра идет я понимаю я понимаю но раз в реестре ее сейчас нету как религиозная организация общины амфима никомедийского раз в реестре нету соответственно те 20 жителей примерно как отец яким сказал ну примерно 20 человек потеряевки там вот они не могут сейчас это просить безвозвездное пользование понимаете так можно было бы 171 этих гектар безвозвездной пользы для просить именно религиозной организации это это важный момент это важно понимать ну религиозная организация сама деревня строится там остался устав написано на старинных благочестивых русских обычаях это к религии не относятся не них религиозной организации есть она или нет сама потеряевка у нее особый устав и поэтому все религиозные же поминать бы не надо то есть и есть она это знать надо митрополиту приезжает который к нам мы молимся это нигде не требовалось ни разу требования такого не было а что деревенская община до самого последнего времени везде пищать ставили говорили что это от общины исходит и никто не привязывался я понимаю о чем вы говорите но с точки зрения органов власти раз ее в реестре нету значит ее юридически нету понимаете и и на сегодня на сегодня когда устинов издевается над вами как заслуженными людьми и над всеми остальными он свою глупость показывает на весь мир устинов вот на сегодняшний момент времени у нас старо стоять и по религиозной но это никогда нигде не требовалось в барнауле мы зарегистрированы хреста возвышенская перерегистрации идет там через пять лет где-то у нас претензии вообще не к нам нет нет властей детский лагерь был тоже зарегистрированы было потом сняли сняли я уже без регистрации 45 лет его директор а чтобы сейчас а то община мы живем как было бы бумажка человек как райкин смеялся бумажки нет человека нет ну тем не менее вот такая тема есть второй вопрос который возник вот общались значит это с еленой барабаш когда любовь викторовна рядом была вот это выяснилось что что участок под храмы в аренде в аренде любовь викторовна подсказала чтобы эту аренду не платить этот земельный участок ну чтобы государство передало бесплатно религиозное использование так это и называется религиозное использование то есть если условно говорят там частное лицо собственник храма но храм то используется постоянно богослужебная жизнь идет значит можно подать заявление на то чтобы бесплатно предоставили эту землю под храмом это вот тоже момент который надо держать в уме но вы как-то поговорить если я то вообще не участвую в этом деле у меня такое состояние только занимаюсь своим делом божьим то вы с ней все это расскажите чтобы она там делала а то она то помоложе хорошо я просто к чему говорю я вот сейчас вот текущие неотложные юридические дела решу до конца недели и тогда соответственно продолжу эту тему как же жили люди то сколько же сегодня зла этого я вот узнал что номенклатурщиков там который ничего не делать сядет в четыре раза больше чем было при коммунистах сестра приехала рассказывают где-то москве или гешу квартиру там и при переписать или что-то такое там риэльторы больше в 200 кабинетов надо пройти ну что непонятно что ли мы считаем библии как продавец покупатели два свидетеля все это сотни ну у нас поменьше всего только там 24 кабинета надо пройти ну ну я все дело что мы государство то какое наше из из каких номенклатурщих работников то работать а некому присосались и все когда тихонович я помню в библии верхом завете там как между дощечкой вбивается там истинной вбивается двость как между купли продажи вбивается грех да вот недавно профессор катасонов профессор катасонов сказал что у нас официально в россии самый больший показатель того кто делает валовый продукт как это и странно звучит это не нет ни газ ни производства это чиновники официально профессор катасонов ненавна выступал я вот сброшу ссылку сброшу ссылку не надо что касается устинова устинова сейчас пока вопрос не приостановлен это снять участок с аукциона но сама вот эта тема она никуда не делась поэтому ну через некоторое время я вот более подробно вникну во всю эту тематику и напишу материалы чтобы было как-то более эффективно чтобы можно более эффективно решить эти вопросы нет его уже так если столько их сцепляется как весной клещей на шее у быка уже ничего не сделает они загрызут так дело в том что устинов устинов он настолько глупо поступил что есть возможность есть возможность сейчас попытаться все равно заблокировать его планы есть такая возможность там есть вот эта вот зона возле этого пруда в конце концов в конце концов на сегодняшний момент времени мы тоже можем ну от лица жителей мотивировано мотивировано замедлить его намерение замедлить ну вот это вот это вопрос ты решите с леной то что как остановить его они уже из общины вышли уже записки прислали да я с еленой буду на связи вас лишний раз отрывать не буду от неотложных вот этих вот занятий и все прочее через несколько дней я более подробно вникну и составлю материалы пришлю я хотел вас спросить вам то зачем это столько времени тратите и нервов и не члену общины ничего это прямо на вас явлюсь и учитывается это первое второе для меня не безразлично будущее воспитание детей и и третье 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 я в данном случае не могу пройти мимо вот три вот эти вот фактора одновременно ну что батюшка говорил ему говорил на 50 метров отодвинуть эти 50 метров забудьте не надо он совсем никакого отношения не имеет дом у него есть и все живут он никого не советуется он думает что к нему будет приезжать он только этим живет и вот сейчас что от него отнять это из того что изо рта у него миллионы вытащить как он воображает ну кто же это видно по нему это видно вопрос тем не менее открытый потому что вот сегодня у стинов он пришел завтра из владивостока или стюмени какие-то другие люди умные грамотные заявки подадут и у них эти вопросы проскочат потому что есть такой бизнес как формирование участков сформировали участок сформировали участок построили дом построили дом законно законно продали и там новый человек придет и будет жить теоретически вот это вот риск он возможен поэтому я со своей стороны со своей стороны не знаю смогу ли я эффективно помочь но я постараюсь приложить усилий а там уж как бог даст вы мне это говорите только для того чтобы я молился больше я ничего не могу делать боксе сильный это может сделать юрий я ничего не могу них не документов нет ничего я на другой грани стою мне это все уже я отжил я ушел понимаете имел лезьте туда сейчас посмотрел там сколько-то надо вникать когда регистрировали я регистрировал я избраны почетным членом потеряющие общины у меня доверенность во всех органах ходатайствовать все еще ходатайствует когда кажется нас и община то нету оказывается я и не живу у меня документа нет и я и не живу хотя у меня есть документ игнать технович ну давайте не буду отнимать ваше время я со своей стороны прикладу усилия а там уже с помощью божьей как получится мы усилили везде записали люди везде молятся бог все видит и знает и поэтому у бога все вымерено как же жили потеряю это последний дом и у него дом есть зачем ему туда где это так делается в какой деревне ты я слушаю с рода этого не слыхал он для детей это вранье дети это маленькие в школу так еще уходят начали ходить один или двое первый класс он корень всех зол сребролюбия понятно корень всех зол сребролюбия но он еще и не думает о том что он оставляет после себя вот этот вот грех и глупость понимаете вот глупость самую настоящую все с ним понятно тем не менее тем не менее раз так сложилось значит я так думаю что господь благодаря вот этому случаю какую-то пользу нам даст ну да польза есть конечно польза та что для того говорит щука чтоб карась не дремал мы усилили молитву и все и я больше ничего не могу сделать я знаю что если это от бога будет так как ему надо вы все сделали подсказали выходите на лену я ничего из того что прислали употребить не могу и не знаю мне это выходить даже я сижу целыми днями здесь идут вопросы ответы у меня другое сокровище вы только задали я вам все отдал с этим с азербайджанцам да 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 принял я тихонович принял благодарю вас низкий подлом вам спасибо христос Юрий смотрите как на елену все выходите и никаких 50 метров не надо даже не запоминать нет он не должен там быть на благочестивых старинных русских обычаях а он все уставы все нарушает топчет видели вы вы смотрели как он себя ведет да 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 и вот они вышли из общины дескать но вышли из общины разговоров нет а то касса и выходить то некуда когда общины нету ой 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 а я только могу припомнить слова Сталина когда ему сказали что гитлер застрелился он говорит доигрался подлец вот у меня там мысль всегда приходит это у бога такой расчет будет такой поворот которого мы не ожидаем все эти колышки все человек будет грызть я в жизни своей знал только мы желаем благо ему сохрани бог против то что вразумился чтобы его безумие на суде божьем не было а больше ничего я с ним не приветствуюсь не говорю ни слова приветствующий его участвует в злых делах его говорится у него ни веры ничего нету он безобразник ну представь себе строится в деревне на такую сумму там он делался для того чтобы кто приедет он даст объявление с дороги будет заезжать обедать будет десяти тысяч отдавать и поехали любовь Викторовна сказала что строительство дамбы это дело которое требует во-первых там ну надо отдельный документ договор подписывать по поводу использования территории дамбы он то не понимает что тут затраты нужны тут инфраструктура нужна если по большому счету вот лагерь станка был там требования Роспотребнадзора они делали надуманные там не было прямых требований они это просто обманывали а если он действительно какой-то там туристический ну не знаю пункт хочет создать вот это то там требований куча он этого не понимает у него скажем так опыта нет вот этого жизненного имеется ввиду общественного у нас в свое время был суд когда прокуратура местная заставляла делать платные вот эти вот платные стоянки места для инвалидов я им на суде сказал значит несколько лет назад я им сказал а у вас возле здания прокуратуры есть эти места для инвалидов и так далее там куча всевозможных требований вот поэтому конечно конечно суть понятна суть его как говорится ну поведение ясна тем не менее тем не менее надо все-таки попытаться попытаться из этой истории как-то ну сделать будущее вот эти вот ограничения против подобного рода вещей один из вариантов один из вариантов если он а это установление публичного сервиту чтобы это один из то что Я как юрист буду все равно смотреть, что с этим можно сделать и какие можно шаги предпринять. А с Еленой я буду держать связь. Никто бы ничего не было, как бы он не безобразничал. Ни с какими березками не было. Нам спросили, вы раньше-то брали, батюшка говорит, каждый год берем на наши нужды. Мы распахали, ветер надул, там не было никогда нигде. Мы приехали, это наше, нам Бог дал-то. Но председатель всего этого района говорит, и дальше было бы, как бы вот там не было язвы у вас. Один на другого жалуются. Да, да, помню, я тоже хорошо помню. Хорошо, Иван Тихонович, это спаси Христос. Да, вы Елене Анатольевне все передавайте. От меня запомните, пользы в этом деле никакой. Я даже шагу не делал. Я два раза съездил, и мне хватит. Все, принял, Иван Тихонович, принял. Летом-то не приедете? Иван Тихонович, хотелось бы приехать, но я не знаю, как получится. Вот сейчас я просто не знаю. Намерение есть. Может быть, это со средним сыном, с Лукоевым. У нас, значит, как будет? 15 июля будут как экзамены оглашенным, которых приготовили. 15-го, а 16-го будет крещение. Нет, наоборот, наоборот, 16-го отложили на приезд архиерея и митрополита. А 15-го будет крещение, а экзамены раньше еще выходят в четверг. Сдвинули. Пятница, суббота. Вот так. Пятница, суббота, воскресенье. Пятница, экзамены. Суббота, крещение. В воскресенье приезжает архиерею. Будет торжественное богослужение. Хорошо, Гатерина, еще посмотрим, как будут вкладываться события. Понимаете, это столько безделья. Главное, у меня мы выставили все как есть. И никаких комментариев нету. Я тут обратился, что это не может быть. Ну, там оказалось, кнопку какую-то надо нажать. Но обычно там матерки, там знают, кто я. Которых я заблокировал, 20, допустим, 3000. А они все за него. Представь себе, сколько. А здесь, который выставил, никого нету. 10 комментариев и все положительные. Я могу вам скинуть их. Игнат Тихонович, да все понятно. Все понятно. Не будем на это время терять. Профессора Катасонова сейчас пришлю важную информацию. Ну все, только знаете, что говорить это Елене Анатольевне надо. У них и машина, у меня ничего нет. Я на велосипеде через дорогу переехал и все. Да, понял, понял, Тихонович. Я уже на другой стороне. Спаси Христос. Спаси Христос. С Богом. Благодарю. Аллилуйя.